Сразу четыре медицинских пункта распахнули свои двери в кану Дня Конституции в области ЖИЦО. Один из современных блочно-модульных ФАПов построен в селе Жаналах из Кельдинского района. В целом, в преддверии государственного праздника в данном регионе состоялось открытие ряда социальных объектов, в числе которых клуб, детский сад и дом культуры. Наша съемочная группа стала свидетелем радостных событий. Для жителей села Жаналык открытие нового медицинского пункта стало долгожданным подарком. В последние годы вести прием в старом, построенном в начале 80-х годов здании, было все сложнее. Холодные зимы и отсутствие необходимого оснащения не могло не сказываться на качестве работы. Теперь же 440 жителей села смогут получать квалифицированную медицинскую помощь в подобающих условиях. По соседству со старым открыт новый современный ФАП. На его строительство было выделено порядка 30 миллионов тенге. Буквально за несколько месяцев компания «Идеалстрой» возвела блочно-модульное здание. В целом это 8-й медицинский пункт, построенный по данной технологии в Висклиденском районе в рамках модернизации сельского здравоохранения. При установке блочно-модульного комплекса устанавливается оборудование, необходимое для оказания экстренной и неотложной помощи. Устанавливаются оборудования, это ЭКГ-аппараты, это необходимые укладки для оказания неотложной помощи, это дефибриллятор, если при остановке сердца. И мы в первую очередь в районе всех обучили, кто работает в блочно-модульном комплексе, всех обучили медицинских работников и санитарок для того, чтобы они экстренно могли оказать экстренную помощь. Кроме того, в медицинских пунктах будут проводиться скрининговые исследования, профилактические осмотры, будет обязательно ЗОЖ, программа. Также в преддверии праздника состоялось открытие ясли сада в селе Матая Боисова. Дошкольное учреждение Айшоак стало 15-м по счету в районе, включая частные, и первым государственным садиком для данного населенного пункта. Расположился сад в старом специализированном здании, на капитальный ремонт которого из бюджета было выделено порядка 370 миллионов тенге. Подрядные работы выполняло товарищество фирма Мегасервис. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 50 детей, заниматься с которыми будут высококвалифицированные специалисты. С открытием ясли сада жителей поздравил руководитель управления образования, вручив педагогам сертификат на музыкальную аппаратуру. Для полноценного развития малышей здесь предусмотрено все необходимое, начиная от питания до организации различных кружков. В 1967 году был построен этот садик, и после 30 лет его бездействия мы его возобновили. В прошлом году был создан проектно-сметный документ, на основании которого сегодня, после капитального ремонта, мы видим вот это чудесное красивое здание. И особенностью этого садика будет являться то, что здесь будет охват детей с двухлетнего возраста. Если в других садиках у нас посещают дети с трехлетнего возраста, то здесь этот садик будет функционировать уже для детей с двухлетнего возраста. Большой радостью для жителей сельского округа Жалгазагаш стало открытие нового административного здания. На строительство блочно-модульного Акимата было выделено 38 миллионов тенге. Работать здесь будут 10 человек, половина из которых техперсонал. Стоит отметить, что до недавнего времени сотрудники Акимата не имели собственного здания. Теперь, когда у каждого специалиста будет отдельный кабинет, население сможет решать свои актуальные вопросы в комфортных условиях. Мы раньше сидели в старом здании колхозного управления. Это было арендное здание. Там находились сельский акимат, культура, библиотека, почта. В общем, ветеринарный пункт. В прошлом году нам построили в этом селе ветеринарный пункт, они переехали. А в этом году мы переехали в новые здания, сельский акимат. Теперь, думаем, нам будет лучше тут работать. В селе Каратал Есклидинского района в канун дня Конституции состоялось еще одно долгожданное событие – открытие Дома культуры. Его возведение началось в августе прошлого года. Работу вела компания Global Construction KZ. Общая стоимость проекта – 828 миллионов тенге. Как отмечают аксакалы, до этого около 30 лет в селе не было ни одного объекта культуры. Новый ДК должен стать излюбленным местом встреч как детей, так и взрослых. Он включает в себя не только актовый, но и просторный спортивный зал, а также кабинет для занятий хореографией и кружковой работы с интерактивной доской и музыкальной аппаратурой. Есть в Доме культуры и библиотека, фонд которой составляет 13,5 тысяч книг. Здесь спортивный зал хороший построили и для кружков всяких. У нас сейчас в Житцовской области есть арт-спорт. Специальные кружки открыли с республики. С каждого района, с каждого аула есть танцоры всякие, февцы, дамбрысы. Для них это самый классный дом культуры. Все есть здесь. Вот такой дом культуры в этом году открыли в Лакуинском и Аксусском районе. Это Искельдинский район уже третий получается. В честь праздника в Искельдинском районе был открыт еще один объект культуры. А именно первый в регионе блочно-модульный клуб. Расположился он в весьма отдаленном горном селе Коныр, где проживает 1110 человек. По словам местных жителей, необходимость в его строительстве возникла еще 10 лет назад, после закрытия местного ДК. С тех пор все торжества проходили на улице или в здании школы. Теперь в селе имеется клуб с просторным актовым залом на 120 мест, библиотекой и специальными кабинетами для занятий. Стоит отметить, что построен новый объект по просьбе местных жителей. Именно с таким вопросом в 2022 году Аксакалы региона обратились к Акиму области во время ее встречи с населением. Тогда же глава края дал соответствующее поручение, которое было успешно выполнено. В целом по области ЖТСУ до конца года должны открыться еще 12 блочно-модульных клубов. Такие объекты появятся и в других селах Искельдинского района. Кроме того, чтобы обеспечить полезный досуг детей в районе, также открываются детские спортивные площадки. Одна из них была сдана в селе Карабулак в преддверии Дня Конституции. В планах руководства региона дальнейшая модернизация населенных пунктов. На сегодняшний день мы еще планируем два медицинских пункта, два блочно-модульных клуба, три физкультурно-оздоровительных комплексов. И до конца года мы планируем завершить все полностью объекты. Надежда Белова, Орлана Замбай, Надир Хамзин, телерадио компания ЖТСУ.